Если вы вдруг в этих видео на этом канале увидели, что Маруся вдруг внезапно что-то готовит, что-то показывает, какие-то заготовки или еще что-то, рецепты, какие-то лечения, какое-то для себя готовит, но при этом не рассказывает рецептов, значит не Маруся виновата. Пишите комментарии на Юльку. Юлька не выставляет видео, хотя все отснято. И лепешки, и квас, и многое другое давно уже снято. Все рецепты, все что я делаю и попадает в кадр на этом канале, а это у нас канал все-таки влоговый, тут чисто попадаются некоторые детали из каких-то отснятых видео. Все рецепты, все можно посмотреть на канале обо всем с Марусей и о жизни и здоровье с Марусей. Там все о лечении, о жизни, обо всем с Марусей. Там и рецепты кулинарные, и всякие полезные советы, и много другого. А этот канал у нас создан для того, чтобы он был влоговый. Здесь Юля снимает лишь какие-то кадры и записывает на видео определенные, как сказать, сюжеты во время съемок. Поэтому вы можете увидеть, что-то я готовлю, но почему-то не рассказала рецепт. Не во мне беда. Дело в том, что этот канал не для рецептов, не для советов. Он просто болтушка. Так и называется. Маруся Лайф. Говорит Маруся Лайф. Болтушка Маруся. Здесь мы болтаем, разговариваем и так далее. А все остальное можно посмотреть на наших двух других каналах. А по поводу вопросов, которые вы пишете в комментариях, там, по лечению или еще что-то, это я сразу говорю, комментарий, который вы пишете, прочитывает Юля. Юля не любит на этом канале встречать вопросы по лечению, так как этот канал не для лечения. Все вопросы пишем на канале о жизни и здоровье с Марусей. И там же все ответы находим, потому что там выставляем и видосики, там и в прямой эфир будем выходить, общаться. И, соответственно, отвечу на ваши вопросы. Но кто не дождался ответа, ждите. Верьте, ждите, надеетесь. Потому что Маруся одна, вас тысяча, а то и больше тысяч. Поэтому нужно верить, надеяться, ждать. Всем отвечу. Ты мне читала видео или я прочитала? Видео. Ой, видео, фу. Видео, говорю. В комментарии спрашивают. Маруся, как же вы могли так, это, мол, типа болеете? Да ну, есть такие вопросы, когда говорят, а как же вы тогда болеете, если вы все время лечитесь и все время болеете? Ну, такие смешные есть люди иногда вот. Ну, вот у нас в мире нет здоровых людей абсолютно. И в зависимости от условий жизни, от условий экологии, от условий питания, от условий... Люди приобретают очень много заболеваний. При этом еще и есть же болезни наследственные, есть болезни, которые не в зависимости от человека могут объявиться, потому что тот же сбой даже в генетике может произойти, или гормональный какой-то сбой. А сбой на что может повлиять? Любой стресс может повлиять, любое изменение климата может поменять. Кстати, очень часто, кстати, если человек меняет часто климат или как-то вот внезапно поменял климат, у него может быть очень сильный сбой в организме. И тогда был абсолютно здоровым и стал слишком больным. Это очень легко. Но когда задают такие вопросы, я удивляюсь людям. Вы что? Конечно, организм всегда подвержен болезням. В любом случае, как бы, даже если не лечиться, или лечилась я, или как, мы находимся все время в том времени и в состоянии, когда мы постоянно будем болеть. Потому что даже экология наша к этому нас подталкивает, элементарно. Потому что возьмите вон экологию, это же ужас. Без этого никак. Еда и все остальное, все это будет сказываться. Поэтому единственное то, что... Почему, мол, типа употребляете траву? Травы они нужны. Я ее почему употребляю? Потому что это профилактическое наше сохранение здоровья. Я знаю, какие у меня возможны проблемы. Потому что все болезни, которые были когда-то, они могут внезапно появиться опять. Почему? Потому что организм уже в этом месте сбой получил. Он рано или поздно, год после коронки, все болезни вернулись. Даже тех, которых уже много лет нет. Потому что сбой любой может проявить обратно болезнь. Поэтому нужна все время профилактика. Нужно постоянно следить за своим здоровьем. Постоянно поддерживать. И то, что пьем травы и вдруг заболели, это нормально. Потому что это может быть все, что угодно. Для человека. А то, что я в свое время, мне там спрашивали про инсульт. Да, был инсульт. Да, я его принесла в молодости. По своей дурости. Я об этом всем рассказываю. Потому что я человек, который был, как многие происходят, абсолютно к себе отнеслась равнодушно. Потому что это была молодость. Я, ну, уже не молодость, конечно, но молодость все равно, в любом случае. Когда город меня поглотил, и было мне некогда своим здоровьем заниматься, некогда было заниматься, следить за своим, как говорится, состоянием. Я много лет страдала сильнейшими головными болями, которые, кстати, провоцировались тоже не так просто. И инсульт появился не так просто. Потому что инсульт появился у меня с учетом, как мне многие врачи сами не могли понять, в чем суть-то. Провокацию эту могла произойти из-за того, что у меня появился, поднялся сахарный диабет. Возобновился, потому что у меня он может быть наследственным сахарным диабетом, потому что по наследству женской линии у нас сахарный диабет существует. Поэтому, скорее всего, или диабет спровоцировал инсульт, так врачи не поняли, или же был еще один момент, который мог провоцировать инсульт. Это родовая травма. Родовая травма, о которой даже я не знала. С учетом того, что мама рассказывала, какие были, происходили моменты во время родов и как я вообще родилась, конечно, врач потом сделал свой анализ и подтвердил, что это, скорее всего, родовая травма и родовая травма, которая повлияла на мои жизненные процессы. Я всю жизнь страдала проблемами, которые на меня повлияли из-за родов. Это и порог сердца, который у меня, кстати, по наследству передан. Проблема с сосудами. Это вот как раз родовая травма, кстати, сосудистая. Кто обратил внимание, у меня неправильный прикус. А прикус этот произошел у меня неправильный из-за неправильных родов, потому что роды произошли. Я не как обычный ребенок вышла головой вперед, а ногами вперед. И очень был резкий толчок. С учетом этого было повреждено челюстное состояние. Но, как у нас обычно, детей-то особо не разглядят, хотя мама, как говорили, тогда-то в советское время более относились и серьезнее. Но не обратили внимания, потому что, во-первых, очень переживали, какие роды были. Роды были очень тяжелые, роды были с неправильным положением. И, соответственно, у меня благодаря этому и повреждение сосудистое было шеи из-за вот этого сдвига. Потому что, видите, я вышла-то вперед ногами, а вот этой частью прошлась я по, как говорится, по этому, по арене. Короче, прошлась. И, соответственно, это свернуло мне как бы шею, ну, не шею, а свернуло положение определенных позвонков. И, соответственно, это повлияло на мою сосудистую систему, которая потом в детстве, кстати, очень часто проявлялась. Но с учетом того, что, как многие родители, некогда было обращать внимание на страдания ребенка, которому то голова болит, то еще что. И, как обычно, родители говорят, да перестань, ты просто уроки там не хочешь, в школу ходить. А у меня частенько очень мучила головные боли, у меня частенько были головокружения, у меня частенько были потери сознания. Потери сознания вообще это было мое первое состояние. У меня были очень много каких-то определенных вещей, которые потом, впоследствии, когда уже мы после инсульта с врачом обсуждали, она мне сказала, вот и влияние травмы родовой и повлияло на дальнейшую жизнь. Я всю жизнь прожила с этой травмой родовой, которая всю жизнь, как говорится, меня мучила. У меня действительно очень серьезно всегда болела голова, которая, кстати, у меня оказывается после того, как... Ой, я во время инсульта перенесла очень много МРТ, кстати, очень большую дозу получила радиация, потому что даже врачи уже начали ругаться. Мне очень много до этого делали МРТ, до инсульта из-за сильных головных болей, потому что прединсультное состояние, оно уже появлялось, потому что у меня были очень сильные головные боли, с которыми ни один врач не справился, ни один врач не понимал, что происходит у меня. В итоге... Почему я этой травмой не лечилась? Потому что на тот момент я стала городская, и мне слишком стало не до трав. Я отвлеклась от этой темы очень сильно и потеряла, как говорится, с ту основу, которая мне от природы дана была. Я, короче, сама себя и загубила. Смогла хотя в то время себе все вылечить. Ну и вот до инсульта у меня было еще после МРТ показало, что не один, а несколько, примерно 3-4, а то и больше микроинсультов. Ну, это поражение там сосудистые, их по ним можно определить. Но я знаю, что у меня были микроинсульты, я очень сильно мучилась, это было очень тяжело. Молодость я всю провела в буквальном смысле, хоть я много работала, но я постоянно находилась на аспириновой дозе, в буквальном смысле, потому что мне только помогал аспирин, никакие таблетки безболивающие не помогали. Вот разжижение именно крови мне только лишь снимало боль. И вот эта аспириновая игла меня тоже в свое время подвела, потому что и желудок посажен был, и все остальное. Но она меня единственное спасала. Поэтому инсульт можно получить не обязательно, как говорится, а тут и от собственной лени и безалабенности. Потому что мы, когда молодые, мы думаем, что мы всю жизнь будем молодые, никогда болеть не будем, все у нас будет, нас не коснется. Это все так считают, это самая большая глупость всех молодых, потому что рано или поздно приходится за все расплачиваться. Ну, что же делаешь? Не пройдешь, как говорится, путь ошибок молодости, не поймешь ничего другого. Поэтому я и молодым, поэтому всегда говорю, в первую очередь нужно обращать внимание на свое здоровье следить. И все, что ты в молодости, как говорится, наделаешь, все тебе в старости всплывет. Все всплывет. И это так часто и бывает. Потому что вот основная масса молодых, это пожилых людей, я вам так скажу, всю жизнь зарабатывает деньги, пытается жить лучше, красивше. А в итоге приходит старость, которая все равно придет рано или поздно. И тут начинается поход в больницы. Как они мне многие рассказывают, у меня вот такие горы таблеток, я теперь, говорит, всю пенсию трачу на таблетки. А что ты хотел, милый, или хотела? Если ты всю жизнь, как говорится, жил в удовольствии, так извини меня, удовольствие-то закончилось, теперь плати за него собственным здоровьем. Ты заплатил за него, потому что оно бесценно. Надо в молодости об этом думать. Надо думать о своем организме всегда. Потому что у человека он один, другого его не будет. И когда мы его губим в молодости, то в старости он уже не восстановлюется, потому что старость забирает остатки. Организм молодой только может переносить нагрузки. Пожилой организм уже нагрузки никакие не выдержит. И поэтому все нужно делать вовремя. Вот и моя ошибка такая же была. Я тоже так же себе в молодости загубила. Поэтому и сейчас я понимаю это. Ладно, как говорится, вовремя очухалась после перенесенного инсульта. Я сразу же сказала, я не буду инвалидом, хотя мне давали инвалидность. Меня ставили на инвалидность по диабету, который меня почти что... Ну, полтора года я с ним боролась. В итоге меня не посадили на инсулиновую иглу. Я им сказала, я не буду колоть себе инсулин. Я сразу поняла, если я буду колоть инсулин, я никогда с него не слезу. Это сто процентов. Но организм наш такая вещь, когда ты еще молодой, ты можешь его вернуть в состояние свое. И я этим начала заниматься. Я полностью отказалась. У меня, конечно, врачи на меня взросшились, потому что я должна была проходить стационарное лечение два раза в год, быть постоянно на таблетках, постоянно на уколах, постоянно, как говорится, чтобы не повторился инсульт, чтобы не было повторов, чтобы не было это. Но в итоге я пришла к своему врачу через полгода после того, как я отказалась от всех уколов и этих. Она была удивлена. Она даже была в шоке, что я вышла в ремиссию моя болезнь. для нее был, конечно, она сказала, ну давай продолжай. Потому что, знаете, вот эти вот лекарства, которые мне даже кололи, я вообще не любитель ни в больницах валяться нигде. Это вообще не моя тема. Я вообще это не переношу никак, ни физически, ни морально. И когда мне сказали, каждые полгода должна лежать в больнице обязательно по поводу инвалидности, если мне ее оформят, то не исключено, что в буквальном смысле я еще буду получать постоянно уколы, которые, знаете, как вам ставят укол, а вы даже встать не можете. А если встаете, вас просто уносит. Это состояние очень тяжелое, очень тяжелое и неприятное. Я когда первые полгода лечилась, я просто не могла это выдержать, потому что у меня так организм... Я чувствовала, что я просто умираю, убивая свой организм. Поэтому естественно, я отказалась и стала лечиться собственными знаниями, которые у меня были. я стала собирать травы, я стала заготавливать сырье, я стала лечиться натуральными рецептами. Вот поэтому я и взяла себя в руки и стала лечиться именно так, как дала нам природа. Слава Богу, у меня были знания, слава Богу, я этим занималась до этого. Кстати, у меня были уже знания, опыт и все остальное, и поэтому мне как бы с этим было проще. И оно мне помогло вылечить, восстановить свой организм, потому что первые, конечно, полтора года было очень тяжело, потому что сахар, во-первых, скакал, постоянно сахарная вот эта проблема была, она не давала мне восстановиться и были несколько приступов, которые, конечно, боялась, что повтор будет, но я все-таки сумела себя, это очень сложно, кстати, многие вот, почему я многим говорю перед тем, как вот многие спрашивают, я хочу лечиться сборами трав, подберите мне сбор трав, я хочу вылечиться. Вот в первую очередь я, конечно, сейчас особенно в первую очередь спрашиваю людей, вы готовы на длительное лечение? Многие не готовы, кто-то честно признается, кто-то говорит, да, я готов. Хорошо, потому что лечение любое травами занимает очень большое время, и время, и силы. Человек должен понимать, это не просто вот заварил травку и выпил, вы должны быть постоянно под контролем, то есть, соответственно, сборы пьются, не один сбор, пьется несколько сборов, некоторые заболевания лечатся несколько лет, да, есть такие заболевания, которые надо много лет лечить, только лишь нужно это постоянно делать. Если вы на это готовы, вы сможете это преодолеть, но человек должен понимать, что он хочет этого, что часто, редко бывает, потому что люди по своей сути очень сильно не тем заняты, многие устают от лечения, или наступает определенное облегчение, ремиссия, и они опускают руки, перестают за собой следить, опять распускаются, и начинается все по-новому. Кстати, возвращение к тем же болезням приводит еще больше страданий, потому что там усиливается, поэтому или же вы лечитесь, или же нет. У меня даже вот дочь, у нее серьезное заболевание, я ее все время настраиваю на лечение, на травами, она до сих пор не может решиться. Она мне сказала сразу, честно, я, кстати, не настаиваю, я знаю, как ее вылечить, я знаю, какие сборы ей нужны, я прекрасно все это уже давно у меня, как говорится, подготовлено к ее лечению, но она мне сказала, я пока не готова. Я не настаиваю, жду, когда она скажет, я готова лечить с травами, тогда я буду лечить, но она пока что продолжает лечиться лекарствами, лекарства очень дорогие, лечение очень дорогое, болезнь, кстати, сейчас совершенно не редкостная, но болеет очень серьезно. Ну, как сказать, по отношению многих к лофисикаци, она еще не так серьезно болеет, ей еще можно, как говорится, жить и существовать в этом мире нормально, не обращая на своих болезней. А есть люди, которые очень серьезно так болеют. поэтому как бы всегда любое лечение травами, оно, соответственно, требует сначала от вас правильного подхода, потому что просто сказать, да, я буду лечиться, да, я готов, это одно, но другое, что вы готовы ли, потому что очень часто мне так пишут, а мне не помогло, я говорю, конечно, не помогло, потому что у нас еще даже лечение не закончилось, а вы мне, говорите, пишите, что не помогло, у вас еще, говорю, лечение, еще нужно пить, сборы, еще, да, я думала, уже все, нет, милая, еще не все, еще много, я думала, я дней 10 попью, у меня все пройдет. Вот, вот сразу вот хочется таким людям сказать, ну вот как вот вы хотите быть здоровым с помощью трав, если вы даже терпение проявить не можете на лечение, конечно, вы не сможете вылечиться, травы, это не таблетки химические, которые бьют сразу по вашему организму в раз, это все-таки немножко другая, как говорится, классификация тут, работают вещества путем накопления, путем определенного действия химических, как говорится, процессов, поэтому тут нужно время, чтобы что-то пошло и начало действовать. Есть болезни, которые вообще нельзя травами лечить, потому что у них уже запущенность очень высокая, там лишь травы могут лишь помочь, облегчить какие-то состояния, потому что есть моменты, такие люди запускают в себя до очень тяжелого состояния, потом уже тяжело их восстановить. Все люди болеют, все причины этому много, поэтому главное, чтобы сохранить здоровье, это естественно профилактика, как бы там ни было, это правильное решение, профилактика и, конечно же, здоровый образ жизни. Ну что, все, я ее сделала. Это у нас таволга, это лучшее растение, которое можно придумать, которое можно придумать, которое можно использовать для здорового мозга, для кровообращения, для сосудов. Очень хорошая трава, бесценная трава, кстати, я вообще считаю, что она должна быть у каждого дома, особенно если у вас есть дети, особенно если дети в школе учатся, заварить им такой чай нужно обязательно, потому что это хорошо работает, особенно для тех детей, которые тяжело воспринимают учебу, потому что есть такие процессы, вот, кстати, многие родители не могут иногда понимать, что у ребенка есть процесс, который ему мешает быть, как бы легко учиться, потому что из-за того, что у него проблемы вот именно с сосудами мозга. А на это внимание же люди не обращают обычно, а я там не выпендриваюсь, вот у меня такая же процессия прошла, поэтому как бы всегда обращайте внимание на свое ребенка, но не до фанатизма, потому что есть такие фанатики мамы, которые могут из-за здорового ребенка превратить его в больного. в больного.